Здарова, народ! В эфире Магистр Синие, программа Поясни за Бухло и продолжение Балтийской трилогии. Сегодняшний экземпляр это Балтика Портер номер 6. Кстати, почему они вот так, ну, пронумеровали, да, вот эту линейку? Потому что, ну, как на сайте, да, они написали, типа, вот эти номера 4, 6 и 8, они подразумевают количество оттенков вкуса, ну, как-то, блядь, да, знаете, красиво решили все это обыграть, но у нас сегодня Портер, стоимость у него чуть побольше, 75 рублей, бутылка такая же, ну, 0,40, 0,45 должна быть. Впрочем, похуй, 0,45, 0,47, это особой роли не играет. Все такой же классный обновленный дизайн, но вообще вот эта линейка элитного, элитного пива от Балтики, она же началась в 2008 вообще, в 2018 сделали небольшое обновление дизайна. Вот, бутыль такой, тут шестерочка, тут у нас написано, чё к чему, контр-этикетка, эмблема. Вот оно даже в бутылке выглядит таким чёрным-чёрным. Итак, плотность 16, крепость 7 градусов. Также это пивко получило награду, непростую награду, а второе место на британском конкурсе пивка International Beer Challenge в номинации Stout Porter. Второе место, неплохо. Также оно экспортное, ну, как и вся линейка. О, наливаем пену чуть побольше, она такого кремового цвета. Пиво чёрное-чёрное, такое прям очень охуенно выглядит, вообще не прозрачно, оно просто чёрное по цвету. Любопытно. Используется в приготовлении, ну, помимо хмеля, это жжёный ячменный карамельный солод. Вот, все ингредиенты. Давай её как-нибудь поставить по-красивому. Вот, опять же, как и у четвёрки, тоже ненавязчивый запах. Вот, нет спиртяги первое, да, класс-то. Он такой карамельно-солодовый, какой-то, блядь, такой. Ну, лёгкий всего по чуть-чуть. Ну, неплохо, неплохо, на самом деле. Ну, только каждая нотка в аромате, она очень тяжело улавливается, не сразу. Вот, смотрите, да, пена быстро оседает моментально. Может, я так просто аккуратно сегодня наливаю. Вот, они пошли 16% плотности. Вот, действительно, да. Вот, реально, что чувствуется в этом биве, вот в этой новой линейке, это плотность, да. Оно неплохое. Бля, буду, стаут, портер. Нет, слушай, реально неотвратительно. Тут набрасывается сравнение с Гиннесом. Ну, блядь, знаете, вот Гиннес местного разлива, а особенно там Гиннес Ориджинал, блядь, ну он не лучше, он реально не лучше. Это пиво, оно, в принципе, приятное. Здесь очень хороший баланс. Вот, баланс горечи и всего остального. Да, горчинка здесь присутствует. Она такая нормальная, адекватная. Женый, с горечью. Карамельный, карамельно-хлебный, хоть пойми, что-то такое. Сладковатый. Ну, это реально неотвратительно. Я просто, знаете, что думаю? Там все, ну не все, там есть определенный процент людей, которые хаят Балтику. Вот, блядь, Балтика, да что она там предложить может? Вот, камон, народ, за 75 рублей там, или за 65 номер 4, да, если брать. Ну, это пиво, которое сделано на свои деньги. Оно стоит своих денег, в общем-то. Мне, ну, на удивление вообще не к чему приебаться. Оно нормально, как бы. Вот, сейчас надо будет еще некоторое время подождать. Ну, там может выветриться немного. Ну, пока, ну, заебись. А по поводу того, с чем оно сочетается. Говядина, баранина, свинина, сыр, ну, мясные продукты в основном, у нас есть для квадратная колбаса. Это, знаете, есть такая тема про купите гараж. Вот вы купите квадратные колбасы. Сырокопченые, охуительно. На бутылке еще написано. Насыщенное пиво, сочетающее до 6 оттенков вкуса. Ну, то есть, номер 6, 6 оттенков вкуса, понимаете. От легкой солодовой сладости до кофейной горчинки в послевкусии. Ну, не знаю насчет кофейной, но горчинка присутствует. 7 градусов крепости. Да, крепость тоже ощущается. Разгоняет потихоньку. Опять же, разгоняет мягко. Ну, подытоживая, не хочу сильно тут распедаливать. Номер 4 был неплох. Номер 6 тоже хорош. Ну, за свои бабки, если не придираться, я бы ему 6 баллов поставил. Ну, прикольно. Реально прикольно. Может, даже 7 баллов поставлю. Потому что, блядь, вот там есть гиннесы всякие, есть что-то такое. Ну, то, что именно местного разлива, да. Это не хуже. По насыщенности, вот, да, есть гиннес-драфт. По насыщенности, это плотнее и насыщеннее по вкусу. Да, у драфта там есть свои приколюхи. Он мягкий. Я уже рассказывал то, что я в Италии оригинальный покупал. Он пизда... Он вот реально вкусный такой. У него консистенция очень интересная. Ну, вот, то, что у нас продается там, блядь, рублей за 160, за 180, банка 0,44, хер пойми чего. И вот это, ну, по-моему, лучше портер купить. Будь мужиком, блядь, поддержи отечественного производителя. Нормальная тема. В общем, 7 баллов из 10. Вот, не убавить, не прибавить. Нормальная тема. На этом все. В эфире был Магистр Сини. В программе Поясни за бухлотом. Делитесь мнениями в комментариях. Подписывайтесь на канал. И не злоупотребляйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!